всем привет ребята в этом видео я вам расскажу именно наглядно объясню как увеличить срок службы бензокосы именно бензокосы значит вы купили допустим абсолютно новую косу фирмы штиль в данном случае или хоскварна ну или какую дорогую фирму взяли не так не так важно по сути да важно что вы берете безусловно потому что если вы берете штиль это штиль все хоскварна то хоскварна если вы берете китай какой нибудь там непонятный да фирма причем все сделаны по одной и той же аналогии то как бы естественно надо это тоже понимать и учитывать значит так как же продлить срок службы из чего начинать если вы купили именно новую косу значит первое еще вы должны начать это свой выбора косильной гарнитуры когда вы берете любой инструмент основья обязательно пользуйтесь только исключительно в начале самом начале вот такой вот катушкой любой такой катушкой вот эти вот сама леска должна минимальный быть то есть чем меньше тем лучше это по опыту чем меньше будет леска тем лучше значит это видео будет скорее всего двух частях значит чем чем тоньше леска вот это тем лучше запомнить и чем скажем ближе она к самому значит катушки к самой шпуле да тем лучше 15 сантиметров так чтобы она косила чуть-чуть иначе для чего это нужно во первых как то ну если у нас двигатель значит то есть у нас двигатель новый нагрузка на двигатель будет минимальная то есть тоньше леска и катушка и удары все которые будут происходить туда-сюда леска будет гнуться если соответственно она будет больше значит вибрировать эти удары вибрировать ни в коем случае не делайте как ваш сосед ни в коем случае ваш сосед возьмет эту косу или любую другую заведет и уйдет и бачок сгодин сгорит другой сгорит и ну и по сути дела он что он делает да он увеличивает нагар вот здесь вот увеличивается 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 и дальше происходит клин поршни поэтому хотите делайте как ваш сосед хотите делайте как я вам говорю значит ну и так же уж холостые ход это довольно таки большая количество смеси в любом случае потому что у нас смесь не сгорает как надо поэтому надо иногда это на газ подавлю то есть давить по-любому надо немножко на газ значит вот газулька примерно там такая вот будет работать надо просто в пол газа ребята просто в пол глаза первые два бака по нормальному потом иначе у вас будет здесь набор нагар и в худшем случае это залипнет кольцо значит и а еще хуже если у вас вообще заклинит пила из-за этой фигни из-за коса точнее из-за этой фигни короче его попали попадете на бабки не надо новому поэтому я вам говорю работайте просто в пол газа но периодически периодически сейчас покажу что нужно сделать то есть вот вы завели косу сейчас покажу вам это все дело вот вызове завели косу значит она поработала две минуты на холостом ходу да сейчас 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 вот она вас поработала на 2 минуты на холостом ходу дальше что вы делаете дальше что вы делаете вы нажимаете на газ две минуты на холостом полностью на газ до конца до упора нажали да она сделала вот сделала это называется ребята прогазовка два три раза прогазовали чтобы у нас поршня чтобы у нас поршня вся грязь вот это вылетел выхлопную трубу и после этого в пол газа потихонечку косим мелкую траву тонну там 15 сантиметров 20 до 30 сантиметров траву кости именно с помощью вот этой вот шпуле вот с максимально тонкой леской тогда ваша коса будет правильно обкатываться да говорят что там штиль это штиль там ну фигня это все послушайте старого дядьку я вам расскажу почему это не так и почему правильно все равно даже если новый штиль вы его покупаете в магазине все равно надо обкатывать обкатывать я вам показал как то есть вот две минуты на холостых поработал дальше два газа далее чтобы у нас поршня все вылетело дальше работаете на в пол газа чуть плюс минус да потом тоже с периодическими перегазовками раз там в ну примерно там пять минут грубо говоря и желательно не работать не более 10 минут работать именно косой новой любой китайской не китайской не более 10 минут и вот таким образом таким образом то есть тоже когда вы глушите косу то есть включили да поработали в пол газа потом за газ газ далее два раза три когда в конце вода косили там 5-10 минут прошло вы ее заглушили у вас поршня в конце тоже вылетела вот эта вся грязь дальше что вы делаете дальше она остывает у вас примерно 15 минут после остыла после того как она остыла вы опять включаете опять заводите пять минут ждете пока прогреется немножко двигатель вот и опять значит вот этот то же самое прогазовали и пошли работать в половину газа потом окончание работать закончили прогазовали выключили косу опять 15 минут она отдыхает это для любого инструмента почему прогазовывать я вам объясню потому что нам надо избавиться от этого нагара с поршня что еще ну вообще в будущем далее значит надо обязательно работать и когда уже обкатку сделали на полном газу если это оригинал штиль если это там коса непрофессиональная то есть не кусторез или там ниже там 120 по моему модели да то желательно работать в пол ну в пол на полный газ но по 20-30 минут но в полный газ когда вы сделали обкатку значит дальше когда обкатка у нас за значит закончилась и это какая-то профессиональная пила или там вы будете косить там где-то чего-то заработать хотите там да то у вас будет профессиональная коса там 450 400 350 там ну даже 120 считается непрофессиональный но по мне так она ближе к этому очень близко к 150 точнее к профессиональной косе вот вы работаете просто на полном газу вот всегда всегда работайте на полном газу таким образом у нас маховик 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 сейчас покажу вот вот у нас маховик вот у нас ребра да вот эти ребра здесь не просто так во всех это китайская коса тут тоже есть маховик вот в этом месте собственно как бы вот в этом месте да ну как бы здесь и старте маховик то есть тут же он тоже обдувает у китайцев вот спереди маховик стоит как правило то есть вот здесь вот вот здесь вот у китайцев этот маховик нафиг он нужен да с ребрами здесь вообще для чего да очень просто для того чтобы вот когда мы давили на полный газ чтобы вот это вот это вот тут все вот это вот значит правильно хорошенько обдувало наш цилиндр да то есть если мы начинаем работать там в пол газа например ну наглядно покажу вот мы начинаем работать в пол газа вот так вот например да вот то что у нас происходит у нас маховик работает но он не берет столько нужное количество воздуха чтобы вот ваш двигатель взять и обдуть как надо поэтому работайте на полном газу или на 90 процентов на 80 процентов но никак не на пол газа и не надо вот это вот делать постоянно потому что вы убиваете во первых систему подачи топлива в цилиндр то есть сам карбюратор да вы убиваете вы также убиваете кассу тоже потому что вот это все вот это все вот ерундистика который многие занимаются она по сути говоря процент не дает нужное количество обдуву двигателю поэтому он перегревается и так далее и так далее поэтому работайте всегда на пол или на 90 на 80 процентов газа это очень важно значит особенно если это штиль или хускварна значит еще скажу ну на именно по данным косом да и именно по всем оригинальным косом скажу так что вот все вот эти вот косы они рассчитаны на определенное количество вот этих вот винтов л и h сейчас вам попробую показать вот купили бы там например косу да ну любую да у вас здесь два винтика один л это значит качество смеси да голодная смесь бедная смесь небедная смесь богатая смесь это винт значит винт h это количество смесей то есть когда с форсунки в их вылетает под давлением топлива так вот если у вас значит количество смеси винт h будет перекручен до того состояния при котором значит двигатель будет перегреваться то есть не положенных там например 13 тысяч оборотов а например 15 тысяч оборотов поэтому то в таком случае вас двигатель будет работать мало поэтому всегда как очень наш как говорится купили инструмент поработали обкатку она прошла отнесите в сервис пусть посмотрит пусть настроить обороты по тахометру по тахометру потому что это ваш инструмент завода еще раз говорю с завода и повторюсь заводу верить вот в этом смысле не надо именно здесь не надо верить потому что с вот новая коса или новая пила завода может и иметь такую проблему когда накрученные обороты ну вот то есть обороты после того как у нас сядет кольцо как надо да то есть именно когда приходит значит нормальная притирка кольца к цилиндру обороты как правило всегда ребята возрастают это это ну как бы про ну не знаю ты константа что ли да вот константа то есть она начинает работать работать поршень до кольцо урабатывается и соответственно у нас оборота начинает повышаться поэтому это вот такая система это отдельный разговор почему это так происходит не это отдельное видео абсолютно мы об этом сейчас не говорим мы говорим о том как продлить службу вашей косе значит также всегда смотрим за воздушным фильтром вот в любой косе у нас имеется воздушный фильтр вот здесь он тоже имеется вот он вот этот это есть воздушный фильтр он здесь тоже имеется всегда смотрим чтобы он был чистый аккуратно значит это важно то есть мы должны его продавать обычным воздухом ребята купите себе компрессор пойдите к другу знакомым но обдуйте это все воздухом как надо не мочим это все не надо в бензине мочить не надо ни в чем мочить надо просто обдувать как только вы видите, что уже с этим фильтром коса не хочет работать, то есть пришло время, это обычно 5-7-10 лет, то тогда просто меняйте фильтр на новый. Значит, данный фильтр гораздо лучше, чем все остальные фильтра, потому что, ну, там есть там у штиля, есть фильтра, который получше, там, типа а-ля бла-бла-бла, можно мыть там, но это все фигня. Нет ничего лучше, по моим понятиям, нет ничего лучше вот бумажного нормального человеческого фильтра, ну, есть еще там другой вариант, ну, они опять же нормальные все фильтра, идут бумажными. Значит, также немаловажно, всегда раз в два года, вот там есть внутри топливный фильтр, сейчас покажу, как он выглядит. Вот так вот он выглядит. Значит, на китайской косе он выглядит чуть по-другому, но принцип у них у всех одни и тот же, это фильтровать всю грязь, которая появляется там, вот, за счет того, что у нас топливо грязное, или там, не знаю, разведенное, не грязное, тут какая-то у вас трава остается, да, то есть обязательно тоже счищайте перед тем, как вы, если открываете, значит, саму крышку бензобака, всегда счищайте. И фильтр меняйте всегда раз в два сезона, то есть раз в два года примерно. Меняйте фильтр, это, в принципе, стандартно и важно, очень важно. Также немаловажно всегда, как только вы поработали, сливать весь бензин с бензоинструмента. Почему это нужно? Значит, когда вы оставляете бензин в бензоинструменте, у нас, соответственно, в карбюраторе и в праймере, вот здесь вот, остается бензосмесь. бензосмесь. Бензосмесь – это агрессивная среда. Там находятся прокладки, манжеты, разная шелупень, да, РТИ, короче, резинотехнические изделия и пластиковые изделия, которые, мембраны, они очень боятся агрессивного, как бы, бензина. Поэтому бензосмесь – это агрессивная вообще тема. Поэтому всегда, то есть вот вы слили бензобак, да, то есть поработали там, не знаю, сколько там времени, да, слили с бензобака все, то есть полностью, не знаю, слили в какую-нибудь, там, не знаю, там, ну, куда, ну, именно, естественно, сливайте только в бензомаслостойкую стойкую тару, обязательно, только в бензомаслостойкую тару, ни в какую другую. Сливайте, и она может храниться, вот эта бензосмесь, не более двух недель. Значит, так как только вы слили эту бензосмесь, взяли, значит, завели, бензоинструмент, он поработал, сам заглох, все, после этого вы спокойно бензоинструмент можете положить, повесить, поставить, не знаю, что хотите, если это двухтакный. Если это четырехтакный, то только ставим, почему? Потому что инструмент, потому что, ну, блин, четырехтакный, и там имеется масло, его нельзя, ну, как бы, переворачивать, ничего, двухтакный, пожалуйста, куда хотите, переворачивайте. Двухтакный, это где заливается именно масло, размешивается с бензином, это двухтакный двигатель. Кому, кто не понял, да? Значит, дальше, следующее, я по списку смотрю, просто я тут, значит, что касаемо обкатки, еще раз скажу, что при обкатке, хоть этот инструмент, хоть другой, обязательно два, три бачка мы обкатываем инструмент, обкатывать, я вам сказал, в полгаза, 5-10 минут работаем, дальше 15-20 минут отдыхает коса, значит, леску используем при обкатке, только леску, только шпулю. Еще что, используем, немаловажно, ребята, очень важно использовать хорошее масло, оригинальное штиль, значит, выглядит оригинальное штиль масла вот так, вот здесь надпись штиль, вот здесь вот надпись Германи Маден выбито, здесь у нас деление, ну вот, и дозируем только, ребята, забудьте про эти все деления, нахер они вам не нужны, вообще забудьте их, выкиньте вы, из головы эти деления. Дозируйте всегда с помощью шприца, только при помощи шприца, значит, на данный инструмент идет 20 грамм на 1 литр бензина, вот 20 грамм этого масла на 1 литр бензина, это надо знать и константа, вот больше 25 не надо, новый, не надо 25 заливать, просто обкатать, как я вам сказал, 20 грамм на литр, в любом случае, новый это инструмент или не новый, если это китайская коса, да, там можно 25 добавить в период обкатки, дальше тоже, 20 грамм на литр после обкатки, это константа, либо вы меня сейчас слышите, либо вы убиваете инструмент, значит, дальше, дозируйте с помощью шприца 20 кубового, вот и все, не надо ничего придумывать, здесь все должно быть, как в аптеке, значит, что дальше, по, да, по поводу обкатки именно компрессионных колец, вот именно по компрессионным кольцам, я объясню вам, почему надо все равно любую технику обкатывать именно в следующем видео, это будет следующая часть, ну, на этой части я заканчиваю видео и приступаем к следующей части.